SCP-1345. Машина пропаганды. Класс объекта Евклид. Особый слой содержания. Здание, содержащее SCP-1345, заколочено и обозначено знаками, предупреждающими о заражении ханта-вирусом. Охрана под видом военной полиции задерживает и допрашивает любых посторонних лиц, пытающихся проникнуть в здание. SCP-1345-РА охраняется усиленной группой службы безопасности. В случае необходимости может быть запрошено подкрепление из зон засекречено и засекречено. SCP-1345 не подлежит разбору и или перемещению из исходного местоположения, если только он не находится в непосредственной опасности открытия или захвата враждебной фонду связанной организации. Для проведения эксперимента, требующего активации одного или нескольких компонентов объекта, требуется разрешение от регионального директора североамериканского филиала. Полная активация SCP-1345 требует разрешения Совета О5. Описание. SCP-1345 представляет собой набор оборудования SCP-1345-РА, расположенного в заброшенном Коунсетском ангаре в Засекреченном учреждении Армии Соединенных Штатов и связанное с ним меметическое явление SCP-1345-РАБ. SCP-1345-РА был построен между 1949 и 1951 годами сотрудниками ЛОС-Аламосской национальной лаборатории по указанию правительства Соединенных Штатов. На фотографии здание, содержащее SCP-1345-РА. SCP-1345-РА разработан для трансляции модулированных микроволн на выбранном оператором направлении. Он состоит из компонентов, разработанных по заказу правительства США в период между 1949 и 1951 годами, а также различного вспомогательного оборудования, включая управляющий компьютер на миниатюрных электронных лампах в качестве вычислительного элемента, оборудование для модуляции со цифровым компьютерным управлением и синхронизированную группу мощных мага-нетронов для генерации микроволнового сигнала. Система передачи заканчивается параболической спутниковой антенной, подвешенной на стальной мачте, выдвигающейся через люк в крыше. Антенна может быть направлена в нужную сторону с помощью вращения и подъема. В некоторых аспектах объект отличается от обычного устройства для микроволновой трансляции. Управляющие антенны магнетроны слишком сложно устроены для ожидаемых потребностей мощности и тепловыделения. Каждый из них предназначен для обработки более 400 кВт энергии. Компьютер имеет примечательную сложность по сравнению с другими компьютерами того времени. Записи, изъятые из государственных архивов США, свидетельствуют, что он был разработан и изготовлен специально для этого проекта и стоил огромных денег. Магнетроны и антенны откалиброваны для трансляции на засекречено гигагерц. Эта частота примечательна тем, что ее третья гармоника производит особенно сильное аудиомикроволновое воздействие, когда направлено на голову человека. SCP-1345-B представляет собой широко распространенное меметическое явление, проявляющееся как теория заговора о непроисходившем событии, известном как Филадельфийский эксперимент. Началось с носки. Предполагаемые события, при котором эсминец ВМС США, USS Ellinger, то ли телепортировался, то ли путешествовал во времени, то ли стал невидимым. Конец с носки. Точную дату первого проявления SCP-1345-B невозможно точно определить, но обширные обследования архивов печатных СМИ не находят никакого упоминания об SCP-1345-B до первого испытания SCP-1345. Известные данные о Филадельфийском эксперименте, по-видимому, были распространены несколькими субъектами в короткий период времени. Все эти люди обитали в разных местах к северу от SCP-1345-A на момент время его первого и не только испытания. Пострадавшие утверждали, что были свидетелями Филадельфийского эксперимента, читали о нем в секретном документации ВМС США или узнали об этом еще каким-то образом. Вскоре они начали обращаться к лицам, занимающимся исследованиями НЛО и других паранормальных явлений. Миметический эффект необычайно тонок по сравнению с другими теориями заговора. Необычно высокий процент тех, кто верит в SCP-1345-B, не верят в какие-то другие теории заговора и, как правило, имеют высокий балл 50-80 по шкале скептицизма Ганнерса. Обнаруженные документы предоставляют мало информации. Большинство записей, связанных с SCP-1345, были уничтожены вскоре после его первого испытания. Судя по документации, SCP-1345 был введен в эксплуатацию в рамках проекта «Точка зрения». Документация по большей части проекта отсутствует, но похоже, что это была программа для разработки высокоэффективного психологического военного оборудования и технологии. Во внутренней корреспонденции участники проекта неофициально называют SCP-1345 машиной пропаганды. Анализ остальных документов и архивов СССР свидетельствует, что SCP-1345-A был предназначен для влияния в настоящее время неизвестным образом на мнение граждан Соединенных Штатов и других стран. Судя по имеющимся чертежам, SCP-1345-A предназначался для установки на грузовиках М-35 или в бомбовых отсеках стратегических ядерных бомбардировщиков Cornware B-36 Peacemaker. Имеются списки ряда прототипов программ для компьютера SCP-1345-A. Внутренние заметки указывают на различные цели, в том числе вдохновление восстаний и установление правительства симпатизирующих США, повышение интереса к продукции Соединенных Штатов или сокращение симпатий к кумунизму в иностранном и национальном обществе. Также имеется список рекомендуемых целей для окончательного варианта программы в качестве локации для развертывания указанной различной страны, граничащей с государствами Варшавского договора Куба и Беркли, штат Калифорния. SCP-1345 был протестирован в 1951 году. Первый опыт был сочтен неудачным и проект был пересмотрен. Похоже, что это подорвало доверие к проекту. Точка зрения, что в совокупности со внутренним коллапсом и чистками засекречено, свело на нет использование технологии АНОПСИХ, аномальное психологическое вооружение и АНОРАС, аномальная международная разведка обеими сторонами во время Холодной войны. О связи между SCP-1345-А и ТРБ стало известно только в 1992 году, когда письмо доктора Засекречна Шарпса было извлечено из бывших архивов КГБ в рамках обмена разведывательной информацией между новообразованной Российской Федерацией и Фондом. Доктор Шарп занимается в Лос-Аржелевской лабораторией разработкой аппаратных средств модуляции и программного обеспечения SCP-1345-А. До открытия письма SCP-1345-Б считался неаномальным, хотя и сильнодействующим теорией заговора. Выдержка из документа SCP-1345-Sharps-1 Первый тест будет продолжаться в течение следующего месяца. Процедуры испытаний были одобрены руководителем проекта. Мы настроили аппарат на 5% мощности и направим его прямо на север. Согласно тестовому режиму, разработанному Засекречна, если машина подействует, все затронутые эффектом должны были испытать принуждение отправить открытку на почтовый адрес, который мы арендовали в Филадельфии. Но хотите ли вы этого или нет, я уже изменил тестовый режим. Если устройство подействует, вы сможете легко обнаружить степень его влияния в местных средствах массовой информации. Ищите людей, говорящих о филадельфийском эксперименте. Я уверен, что могу незаметно работать с машиной в течение двух недель. SCP-1345 в настоящее время находится в нерабочем состоянии ввиду поломки компьютера и другого оборудования. Когда проект был заброшен, дверь ангара сорвало бурей, и в дальнейшем большая часть оборудования была повреждена. Ведутся работы по восстановлению SCP-1345 до состояния, позволяющего более эффективно его изучение.